Нездоровый процесс. Сегодняшнее заседание по делу Олега Сорокина и его подельников снова было замешано вокруг состояния здоровья его участников. Коротко напомню, бывший мэр города и зампредседателя ОЗС обвиняется в коррупции, похищении и пытках человека, как и его соучастники. По делу это Евгений Воронин и Роман Маркеев, один из них бывший руководитель Нижегородской полиции, а второй оперуполномоченный. В апреле стекает срок давности по наиболее тяжкому эпизоду и, как говорит сторона обвинения, защита постоянно заваливает судью ходатайствами, не давая рассматривать дело по существу. В последнее время причина отложения заседаний это состояние здоровья подсудимых. Два последних заседания плохо себя чувствовал Евгений Воронин. Сегодня ему пришлось вызывать скорую. Приезжает одна скорая помощь, дает непонятные справки, что, наверное, Воронин сегодня не умрет. То есть вопрос о том, что может он участвовать в судебном заседании, насколько он воспринимает окружающую действительность, насколько он может защищаться, вопрос вообще не стоит. То есть у нас судебное заседание благополучно продолжается, благополучно проводим следственные действия судебные, во время которых Воронин, видно, что он там лежит, умирает. Я говорю, что ничего не понимаю в состоянии, наверное, не совсем адекватном. За дня в день одно и то уже болеет, болеет, падает. То глаз натрут, то еще, то нога, то рука, то голова, еще одно место болит. Ну не знаю, уже перебор с их стороны. У нас раньше болели и пропадали адвокаты обвиняемых. Сейчас мы начали болеть сами обвиняемые. Это Маркеев болел, сейчас дошла очередь до Воронина. Мы с утра до вечера вызываем скорую помощь и рассматриваем эти ходательства. С целью затянуть процесс, затянуть уголовное дело, рассмотрение судебного заседания. Они, на мой взгляд, хотят оказать попытку на судью, именно на председательскую судью. Пытаются обвинить ее в жестокости какой-то, в пытках подсудимым. На мой взгляд, наоборот. Судья по первому требованию вызывает скорую помощь. Обвиняемый оказывается в скорой помощи. Ну, обвиняемый, если обвиняемый. Они же не в детском саду находятся, да? Кстати, про детский сад. Сегодняшнее заседание пришлось переложить и перенести на понедельник, потому что одному из адвокатов Евгения Воронина нужно было срочно попасть в детский сад и забрать оттуда ребенка. Именно поэтому она больше не могла принимать участие в сегодняшнем заседании.